Друзья, всем привет! Этот видеоролик мы начинаем с конца. За моей спиной новая Mazda CX-5 в комплектации Supreme. 2,5 литра полный привод. Цена такого автомобиля по прайсу сегодня, в сентябре 2019 года, 2 миллиона 278 тысяч рублей. Сегодня мы вместе с вами купим этот автомобиль, выкатим его из салона. Условия сделки, трейд-ин плюс наличка. Какую сумму получится сбить на этот автомобиль при таких условиях, вы узнаете, досмотрев данный видеоролик до конца. На секундочку скажу, что ровно год назад я покупал точно такой же автомобиль, только с мотором 2 литра. И тогда скидка составила 0 рублей, 0,0 копеек. Почему, как, что, все расскажу в этом ролике. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем прямо сейчас. Поехали! В общем, приехали к дилеру, вот машина в наличии, все как и договаривались, комплектация нужная, нужный цвет, то есть все, пожалуйста, есть. Машин полно, то есть сами смотрите, вот вам, пожалуйста, CX-5, целая площадка. Вот год назад я вам рассказывал, что покупал машину, то есть тогда была проблема именно с поставками с Японии, потому что на заводе был затоп. И тогда прям действительно была ситуация такая, что был дефицит на автомобиле. Соответственно, звонишь официальному дилеру, вот точно такую же машину мы покупали. Спрашиваю, скидки есть 0 рублей, 0,0 копеек. Еле-еле через знакомого менеджера удалось забрать машину по прайсовой цене. То есть, чтобы тебе не накрутили никаких доп. оборудований. Потому что, как вы знаете, там говорят, на машине уже 100 тысяч допов стоит, из них реальная цена там 20 тысяч. То есть накрутка бешеная, потому что пользуются ситуацией, знают, что спрос повышенный, а машин мало. Сейчас все совсем наоборот. Машин много, впереди подорожание, примерно плюс 40-50 тысяч автомобилей в цене вырастут. То есть сейчас наш автомобиль, который мы смотрим, он стоит 2 миллиона 278 тысяч рублей. Это Supreme Plus, 2,5 литра, полный привод. Сходу минус 178 тысяч. Дополнительная поддержка по трейдинам 120 тысяч. Но вопрос, как оценят автомобили. У нас на оценку будет Kia Sportage 2012 года. В любом случае, сейчас все посмотрим, все услышим, все узнаем. Обратите внимание на диски. Тачка получается у нас совсем свежая. То есть здесь уже идет модуль CarPlay. На некоторых автомобилях он сейчас только-только появляется. Соответственно, ценник уже плюс 20 тысяч рублей. А так вот, пожалуйста, свежая машина. ПТС здесь. Сейчас узнаем, какого месяца она производства. Но в целом, друзья, нужно идти больше договариваться сейчас в первую очередь на трейдин. Есть у нас на канале один зритель, который мне говорит. Буду ставить ей дизлайки до тех пор, пока твой автомобиль затонирован. Друзья, уже практически три месяца я нарушаю закон и езжу с тонировочкой. Но при этом у меня есть план Б, про который я вам уже рассказывал. А этот план Б называется каркасные шторки на магнитах от компании Эско. Были, конечно же, и те, кто сказали, фу, колхоз, как можно с этим ездить. Но на самом деле это реально прямая альтернатива тонировке. Но она законная. И с точки зрения комфорта это гораздо удобнее и практичнее. Смотрите, в солнечную погоду, когда вы передвигаетесь на дальнее расстояние, либо по городу стоите в пробках, шторки вас спасают от солнца. Ты сидишь в автомобиле, действительно комфортно. Чтобы просто это понять, нужно хотя бы раз с ними прокатиться. При этом, когда наступает зима, либо становится темно с тонировкой, вы сами прекрасно знаете, что очень тяжело парковаться. Со шторками все это происходит элементарно, потому что они на магнитах, и их очень легко демонтируют с вашего автомобиля. Все, ветер наступил, ты снял, положил их в багажник. Ты едешь, все видишь, никаких проблем у тебя нет. Также не забывайте, что в летнее время пусор, пыль, все летит в автомобиль. Сзади у меня точно так же стоят шторки, поэтому, когда люди передвигаются сзади, открывают окошко, они все так же остаются с комфортом. Друзья, поймите правильно, это даже не то, чтобы реклама, это просто вам дружеский совет. Цена шторок просто мизерная. По сравнению с тонировкой, штрафом, демонтажом, комплект обходится в среднем 2-4 тысячи рублей на ваш автомобиль. Каркасные шторки на магнитах вы можете хранить в фирменном чехле, который уже идет в комплекте. Поэтому, друзья, всем рекомендую попользоваться. Ценник адекватный. Ссылочка на каркасные шторки от компании Esco ждет тебя в описании. Kia Sportage, друзья, 2 литра, полный привод, машина 2011 года. На самом деле, по состоянию, просто посмотрите сами, ну, тачка просто пушка. Реально, вот приехала девушка, второй владелец. Ну, действительно, видно тоже, что машина сидит, ухаживает. Вся чистенькая, блестит. Диски в хорошем состоянии. То есть, есть там некоторые, знаете, притертости, но не так, чтобы что-то страшное было. Комплектация богатая, с панорамной крышей. В общем, по состоянию машина отличная. Ну, послушаем, что скажет официальный дилер. Фары мутноватые, но это не страшно, потому что никто их ни разу не полировал. Сейчас, если их полирнуть, они и вовсе будут блестеть. Но вот этим как раз будет заниматься уже официальный дилер, когда будет готовить автомобиль для продажи. Мотор у нас двухлитровый. Тот самый мотор, который все боятся на задиры. Но в целом, то есть, ничего не цокает. Никаких посторонних шумов нет. Подчеркиваю, что вот эти вот задиры, это не повальная проблема. Не нужно думать, что это бывает прям на каждом-каждом спорте. То есть, все по-разному. Никаких ДТП по автомобилю не было. Все сухое. Нигде ничего не сопливит. То есть, ну, реально в хорошем состоянии автомобиль. То есть, для вторички, я думаю, ну, мы надеемся, по крайней мере, на хорошую оценку. А это потому, что качество кожи такое на корейцах. А так вот, смотрите, руль в состоянии хорошее. Все в состоянии хорошее. Ну, реально, то есть, машина залазишь, чистая машина. То есть, если сейчас какую-нибудь химчистку сделать, отлетит, я думаю, она быстро. Принесли нам копию ПТС. Автомобиль произведен 27.06. 2019 года приехал. Он в Москву в августе месяце. То есть, машина реально свежая, она рестайлинговая. Поэтому машинка прям горячий пирожок. В общем, автомобиль мы посмотрели. Сейчас идем за оценщиком. Будет самое интересное вынесение цены. Эту цену вы узнаете вместе с нами. Соответственно, мы сложим. Они назовут оценку. Плюс 120 тысяч поддержкой. Мы поймем, как нам выгоднее продать здесь или же продавать самостоятельно. Мы находимся в салоне у дилера. Пьем кофе. Доношу до вашего сведения. Обзываю других дилеров. Какие вообще в среднем предложения на CX5 сейчас? Минус 150, минус-180 тысяч рублей, как здесь. В некоторых салонах предлагали зимнюю резину. Например, минус 150 тысяч и зимняя резина. Но там комплектация была с первым пакетом. Условно я называю первый пакет. Это который без кожи салон идет. Вот. В целом, по Москве машина есть. Опять же, нужно искать нужную комплектацию с нужным цветом. Вот здесь она стоит. То есть, пятерых я обзвонил, там машины нет. То есть, есть другие альтернативные варианты. Пакет там дороже. Машина становится беднее. Цвет другой. У нас есть инстаграм-канал, в котором я делаю публикации. На каких условиях мы забираем автомобили. Какая маржа на автомобиль. Сколько можно примерно получить скидку. Там я провожу опросы, где вы высказываете ваше мнение еще до того, как ролик вышел в публикацию. Поэтому обязательно переходите по активной ссылке в описании. Подписывайтесь на инстаграм. Там только полезная информация. Друзья, результаты диагностики и оценки по трейдену. 665 тысяч рублей они предлагают за наш автомобиль. Плюс 120 тысяч рублей. Таким образом, мы получаем сумму 785 тысяч рублей. Мы рассчитывали на 800 тысяч рублей. В целом, оценка по трейдену плюс-минус довольна. Как и всем, хотелось бы побольше. По вторичке цена и ориентир там 800. Если за 850, то и продать. Это вообще идеальный вариант. Не забывайте о том, что 2011 год и пробег на автомобиле 145 тысяч километров. Что нам делает дилер? Минус 178 тысяч прямая скидка раз. Он нам при условии того, что мы сделаем здесь каско, дарит ковер в багажник раз, сетка два и антикор, антишум днища. Это пожелание клиента, потому что он хочет купить автомобиль на длительный срок, лет так на 10. Мы каско посчитали с гэп 60 тысяч рублей. Если здесь сейчас эту цену подтвердят, все, мы в принципе будем готовы забирать автомобиль. Останется самое главное, это пригнать машину. Два часа диагностика, все, они смотрят, говорят, вопросов нет, с коробкой нареканий нет. В общем, мы машину забираем. Тогда мы будем садиться за стол переговоров. Что мы сделаем сейчас? Осталось 4 официальных дилера, которым я еще не позвонил и у которых теоретически возможен этот автомобиль есть в наличии. Я им сейчас позвоню для того, чтобы у нас всегда был с вами план Б. Все, друзья, мы с вами перемещаемся дальше. Посмотрим, на каких условиях в итоге мы заберем автомобиль. По мазде можно подвести итоги. Я дозвонил тех самых 4 дилеров и выяснилось то, что машины есть. Они есть на центральном складе, они только приехали в Москву. Машины свеженькие, но у меня уже есть предложение еще выгоднее на 20 тысяч. То есть прямая скидка 198 тысяч рублей. Условно можно округлить до 200. Пожалуйста, приезжай, забирай. Но машина только приехала, нужно будет подождать, нужно будет дождаться ПТС. Что сказал дилер, у которого мы были. В силу того, что они на Каско не подтвердили такую же скидку, то есть цена у человека реально очень хорошая. Я им дал понять то, что не получится, будем рыскать дальше. И он говорит, окей, ваша взяла, забирайте подарки, все дарим при условии той же скидки. Таким образом, все эти подарки, которые просил человек, будут. Ценник нам подтвердили на автомобиль. Собственно, мы рассчитываем, что на трейдыне после двух часов диагностики ценник подтвердится. Мы с вами уже будем перемещаться на сделку. И эту Мазду, которую вы видели, мы будем забирать. А вам, друзья, полезная информация. Делайте выводы. Вот так бывает. Пожалуйста, машина есть. Соответственно, сбить 200 тысяч рублей. Честных 200 тысяч рублей. Без какого-то там трейдына. Без какого-то там кредита. Все по-честному. Пожалуйста, пришел, наличку положил, забрал. Вот реальность. Хотя раньше, год назад, примерно в это же время, в октябре, вообще не было скидок. Вот 0 рублей, 0 копеек. Вот так вот меняется ситуация, когда автомобилей в наличии очень много. Мы с вами перемещаемся в следующий день. И это день сделки. День выдачи, день покупки автомобиля. Друзья, с чего мы сегодня начинаем? В первую очередь, это с полноценной оценки по трейдын. Здесь важно ваше внимание. Когда вы сдаете свой автомобиль по трейдын, не забывайте о том, что у вас в ПТС как минимум должно быть одно свободное место. У нас раз была ситуация, что мы приехали, мест свободных нету, отправили в ГАИ. В общем, целая заморочка. К этому нужно относиться внимательно. Более того, когда вы едете отдавать ваш автомобиль, все документы, все собираете. Два ключа. ПТС оригинал, договор купли-продажи. В общем, все организационные моменты нужно готовить заранее. Значит, что сейчас будет происходить? Приходит человек, забирает автомобиль, загоняет его к себе на сервис. И будут его смотреть. После этого, если оценка подтверждается, ну а мы надеемся, что она подтвердится, мы будем переходить к процессу оплаты. Пока автомобиль смотрит, мы не теряем время даром. Смотрите, я вам сказал, что с дилером по каскам мы не договорились. Но нам уже дают наш договор, то есть паспортные данные сюда вносят. Нам дают копию нашего ПТС. Оригинал все лежит здесь. Мы отправляем сразу в страховую напрямую, где мы сделаем сейчас себе каску и там же сделаем ОСАГО. То есть мы выйдем из салона, мы уже будем застрахованы по каскам и у нас уже будет действующая ОСАГО. То есть так делать можно, ничего страшного нету, потому что для нас это в первую очередь выгодно. Ну что, друзья, наконец-то диагностика нашего автомобиля подошла к концу. Все, ценник нам подтверждают. Диагностика стоит 4000 рублей. Ну вы думаете, мы будем за нее платить? Нет, конечно, мы сейчас это оплатим, но мы добились чуть больше скидки для того, чтобы как бы она для нас стала бесплатной. Все, дальше мы сейчас оплачиваем диагностику и переходим к процессу оформления сделки. В первую очередь мы сначала продаем наш автомобиль, оформляем все документы купли-продажи нашего автомобиля. Нам дали счет на оплату, касса находится в Вольсвагене. То есть что происходит? Заходим сюда, касса, закрыта, технический перерыв, 20 минут. Осталось 2 минуты. Человек садится в Тигуан и говорит, что вообще пушка, я его хочу. Он стоит 2 миллиона 157 тысяч рублей. То есть мы еще как минимум соточку с него собьем. Кстати, друзья, обязательно подписывайтесь на канал, потому что дальше мы обязательно по нему снимем подобный сюжет. Но факт в том, что вот сидит в машине и говорит, может быть все-таки его? Поэтому имейте в виду, дилеры, что эта касса должна стоять при вас, чтобы у человека не было соблазна уехать на совсем другом автомобиле. И для владелица этого автомобиля начинает волнительный процесс, потому что заезжает ее новенькая Mazda CX-5 в комплектации Supreme по цене 2 миллиона 278 тысяч рублей. Напоминаю, что этот автомобиль мы с вами забираем со скидкой 178 тысяч рублей плюс подарки примерно на 20 тысяч рублей. То есть мы покупаем машину за минус 200 тысяч рублей практически. Точно так же нашел автомобиль новый, который вот только-только приехал, минус 200 тысяч рублей. Друзья, если вы спросите, а какие же скидки на другие комплектации, я вам отвечу. Ориентируйтесь так, заходите на сайт, смотрите, что машина, допустим, стоит 1 миллион 700 или 2 миллиона 400 тысяч, минус 7% как минимум или как максимум вы можете сбить. Это маржа на автомобиль, соответственно, какой-то дилер вам сделает скидку 4%, кто-то сделает 7%, но может дойти и до 9%, потому что эти 2% они такие плавающие. То есть ориентир такой, 100-200 тысяч рублей, ну в среднем. Вот как повезет, уже смотрите дальше сами. Подчеркиваю, что это все за наличный расчет. Никаких кредитов, никаких тридынов, все это рассчитывается всегда сугубо индивидуально. Вот она стоит, чистенькая сеточка стоит, ковер в багажнике лежит. У нас было антикор, антишум, все нам это сделали, потому что машина даже еще воняет. Но факт в том, что вот, друзья, комплектация, все смотрим и отправляемся на оплату. Парни, были деньги, денег больше нет. Бумажечка и надпись. Запаковали-то как посмотреть, как будто какая-то колбаса прямо в вакууме была. Ну все, это вот на память. При страховании учитывайте следующую информацию. Смотрите, вот изначально у нас каска получилась на человека 60 тысяч 500 рублей, потому что сумма автомобиля должна была быть 2 миллиона 100 тысяч. Но в силу того, что мы сдаем по трейдину, минус 120 тысяч, итого 1 миллион 980 тысяч ценник автомобиля фигурирует в договоре. Таким образом, цена уменьшилась и каска стала еще дешевле на 4 тысячи рублей. 56 тысяч 300 рублей она сейчас за него заплатила. То есть 4 тысячи рублей, ну согласитесь, парни, это тоже денежка. Итак, мы наконец автомобиль наш продали. Как это происходит? Вот в чем плюс трейдина? Это в том, что все делает за вас дилер. Вы сидите, пьете кофе, они готовят машину, готовят все документы. Далее вы только прочитываете, расписываетесь, все. Сдаете 4 акта приема и передачи. 3 из них будут с ценой, 1 будет без цены. Почему? Это коммерческая тайна. Ведь мы продаем автомобиль по одной цене, а дилер его продаст по другой цене. Смотрите, изначально нам просто оценку за автомобиль дали 650 тысяч. Естественно, торганулся, плюс десяточка в сторону клиента, пожалуйста. Плюс 120 тысяч, но мы остаемся в любом случае в плюсе. Дилер сказал, что ориентир выстоит эту машину примерно за 750 тысяч рублей. Что, собственно, и они заработают, и мы остаемся все равно в плюсе. Потому что, как я сказал, человек изначально рассчитывал продать автомобиль за 800 тысяч рублей. Все перерыто у дилера. Мы только делаем, что бегаем вперед-назад. Раньше можно было заехать, вся на машине, а теперь приходится мотаться. Мы пришли с машиной попрощаться. Потрепать ее за ухо. На прощание все. Это уже автомобиль не наш. Забираем только вещи. Ну и, собственно, идем их перекладывать в новый автомобиль. Вот у нас кулечек с ценностями. Ну, наконец-то мы возвращаемся за стол для того, чтобы подписать уже новый договор купли-продажи. Это расписаться в ПТС, получить вводные данные, забрать наши ключики и отправить за нашим автомобилем. Всю эту рутину я вам показывать не буду. Я вам покажу только вот это. Вот он, друзья, самый волнительный момент. Опа! И все. Подпись нового владельца в свеженькой ПТС. И вот прям только-только мы расписались. Звонит менеджер другого автосалона, который предлагал продать этот автомобиль за скидкой минус 200 тысяч рублей, но без подарков. Говорит, ну что? Я говорю, купили. Он говорит, ну поздравляю. Ну что, друзья, вот таким получился этот ролик. Mazda CX-5 уезжает к своему новому владельцу. Минус 200 тысяч рублей. Как вам такое предложение? Если не Mazda CX-5, то кто? Напишите ваше мнение в комментарии. Таким образом, мы с вами подошли к концу, купили автомобиль от и до. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Обязательно подписывайтесь на инстаграм нашего канала. Всех жду в комментариях. До новых встреч. Всем пока-пока.